В прошлый раз мы подробно остановились на том, что вроде как нечто иное одно и то же, что они дождественны, но тем не менее у них есть разница, за которую мы ухватились и пошли дальше своих рассуждений. На самом деле инобытие находится вне нечто. Для тех, кто, может быть, подключается впервые, напомню, что инобытие, простыми словами, это бытие иное, инобытие есть нечто, но оно не полностью дождественное нечто. Ну так вот, мы с вами поняли, что нечто изменяется и нечто становится иным. Рассмотрели иное само по себе, иное самого себя, что иное, оказывается, отрицает себя, всецело неравное себе изменяющееся, но вместе с тем то, во что оно изменилось, есть иное же, иное же, без всяких иных определений. С одной стороны оно изменяется, отрицает себя, с другой стороны оно сохраняет себя. Поэтому нужно подробнее остановиться на том, что все же иное восстановило само себя, как равное самому себе нечто. на самом деле нужно увидеть, что нечто иное не просто разнятся, на что мы делали упор на прошлом занятии, а что они действительно дождественны, что нечто всегда иное, что нечто всегда изменяется. И Александр Сергеевич порекомендовал мне привести такой пример, что у нас, например, каждый иной. На прошлом семинаре я говорила, что Иван Антипов, Иван Антипов, иное самого себя, это, например, Иван Антипов по сравнению с Иваном же две недели назад. Но разница есть не только между теми двумя Иванами, а разница есть еще между Иваном и Иваном же каждую секунду, каждую минуту. Если я, например, вас попрошу задержать дыхание, пожалуйста, задержите. Студент честно задерживает дыхание, и сейчас мы увидим, как он постепенно становится сначала чуть более красным, потом чуть более синим. Пока я говорю и не разрешаю выдыхать, человек все становится и становится иным. И если он не будет дышать, если он не будет таким образом изменять себя, напрягать мышцы, диафрагу, пожалуйста, вы выдыхайте. Уже человек не смог быть таким иным, потому что ему нужно быть иным в другую сторону. Ему нужно вдохнуть, ему нужно наследить легким кислородом, для того, чтобы перестать синеть и краснеть. И на самом деле это не только с живыми людьми происходит, не только с живыми организмами, а на самом деле все иное. Продолжим наше знакомство. Я геолог, кандидат геолога минералогических наук. У меня есть диссертация по поводу развития Восточно-Борецимоморского бассейна. И вот мы смотрим на земную гору. Она такая неподвижная вроде бы, такая монолитная. Но на самом деле нет. Каждый геолог знает, что Земля движется, разбивается. Да, пожалуйста, вопрос. А вот вопрос к геологу. Скажите, пожалуйста, я вот слышал гипотезу расширяющейся Земли. Да, но есть такая гипотеза, но она немножечко млекопестная. Очень мало есть прямых подтверждений того, что это так. На самом деле вся история Земли – это история остывания ее и драм. Но это мы немножко в сторону остановились. Но даже Земля, даже Земля, она постоянно живет, разбивается, дышит. Есть горы, которые рождаются, умирают. Когда-то Урал был гораздо выше, чем сейчас. Реки его со временем размывали. И когда-то существовал на месте уральский гол, был полиуральский океан. И мы видим свидетельство этому, мы видим на Урале те породы, которые сейчас образуются, например, в океанических хребтах. Все иное. Все, что мы видим вокруг себя, все иное. И само нечто, само нечто, если мы посмотрим в его глубь, оно уже само иное, даже по своему происхождению. Нечто это у нас что? Да, все верно. Нечто определенное на личное бытие. Но сначала перед нами на личное бытие выступило как простое и непосредственное. Мы на него посмотрели, и оно было по форме. Было бытие. Оно было в определении бытия. Но мы разглядели в нем не бытие. Мы разглядели в нем его определенность. То есть на личное бытие уже внутри себя самого подверглось отрицанию. И мы рассмотрели отрицание, увидели, что оно как качество может быть представлено как реальность, как отрицание. И что разница реальность и отрицание снимаются. Это внутри себя. Внутри себя бытие. Мы увидели эту определенность как развитая внутри себя бытие. То есть когда мы получили нечто, определенное на личное бытие, на личное бытие с внутри себя бытием, с этой развитой определенностью, мы уже увидели, что оно живет и развивается, что наличное бытие уже, ой, что даже уже нечто, да и наличное бытие, да и вообще все категории, которые мы не посмотрим, у них действительно содержится этот момент всеобщего, что всегда изменяется. И нужно понять, что категория иное, действительно всеобщая, что нечто всегда иное. Как у нас студент усилел и покраснел, когда задержал дыхание, если бы не задерживал дыхание, все равно ему пришлось бы изменять себя для того, чтобы продолжать жить. Если белок не сдирает, то он не живет. Либо горение, либо гниение. Кажется, Горький писал, что есть две формы жизни. Да, мы увидели, что нечто изменяется, что оно и изменяется, и отрицает себя, и сохраняет себя. Мы рассмотрели нечто как изменяющееся, и мы увидели, что нечто, с одной стороны, сохраняет себя, восстанавливает себя, как равное самому себе, а с другой стороны, отрицает себя, не равно самому себе. Как называются эти стороны, как называются эти моменты. Эти два момента, нечто иное, в самом начале еще не были друг с другом связаны. Мы еще не рассмотрели их внутреннюю связь, а теперь мы эту внутреннюю связь увидели. И теперь это не просто в изменяющемся нечто бытие, а это в себе бытие. И это не просто небытие, не просто неравенство с собой, а это бытие, бытие же, но для иного. Если у нас произошло изменение, то результат, продукт этого изменения иное, но это бытие. И мы видим, что у нас с одной стороны есть бытие, и с другой стороны есть тоже бытие. Два разных момента, но они уже связаны с собой. В чем разница между вот этими моментами, между вот этими парами определений, которые назвал Николай, можете отключиться. В чем разница между парой нечто иное, и в себе бытие, и бытие для иного? Разница в том, что в себе бытие есть равенство с собой, противоположность своему неравенству. Иной в самом себе, это иное в самого себя. Да, если мы увидели, что все иное, что все на свете есть иное, но, например, Василий Иванович, иное Михаила, но мы изолировали Михаила от Василия Ивановича, от Алексея, и рассматриваем только самого по себе. Не меня, это иное. Не только это. И мы рассматриваем, мы отмели все иное, например, мы рассматриваем как иное Михаила. Мы отмели все, парту, стол, всех, кто в этой аудитории, и иное само по себе, есть иное его же самому. То есть что значит, что Михаил другой? Когда мы отмыслили все, что не было Михаил, как раз вот этот момент неравенства с собой. Михаил стал неравным самому себе в какой-то момент. То есть он вдохнул, переварил ему немножко завтрак, в нем произошли какие-то изменения, и он уже неравен самому себе, тому, которого вы видели секунду назад. И этот момент неравенства с собой называется бытие длинного. Бытие длинного. Тем не менее Михаил остается Михаилом. Из-за того, что он вдохнул, или какие-то процессы в его организме произошли, он не перестал от этого быть Михаилом. Да, длинное, самоу себя, оно же и все равно и может. Значит, это и в нормальном себе в то же время. Да, мы смотрим, иное само по себе есть иное самого себя. Но то, во что оно изменилось, есть иное же. То есть оно восстановило равенство само. Было иное, стало иное, ничего не изменилось, считай. Но на самом-то деле мы знаем, что изменилось, потому что мы взяли иное само по себе, правильно? И поняли, что оно меняется. Чем оно стало? Оно стало иным. Я понимаю, вы пытаетесь взять слово «момент» в том смысле, как «мгновение» или «точка» по времени. А есть еще, например, физический смысл слова «момент», момент рычага, когда у нас, например, на одной качеле сидит один ребенок, ну, в смысле, на одной стороне доски, например, сидит один ребенок, и вы перевешиваете другой ребенок. И моменты, когда устанавливается, например, между ними равновесие, они два разных момента, они противоположные моменты. Нечто, скажем, можно вполне сказать, что нечто снимает само себя. То есть оно отрицает само себя, но оно и сохраняет себя. И эти моменты содержатся везде. И мы увидели, что иное, несмотря на то, что изменилось, сохранилось, но изменилось. И есть это противоречие, но мы его фиксируем, мы его не боимся, и называем стороны этого противоречия, которые мы будем впоследствии видеть везде. И изменения, и сохранения, и нужно к этому привыкнуть. Нечто сохраняет себя в отсутствии, в неимении своего наличного бытия, и есть лишь бытие для иного. Да, это издание, которое сделал Фонд Рабочей Академии. Я рекомендую пользоваться им. На самом деле все выпускники Красного университета получают науку логики в двух томах. Нужно и можно читать пособия, которые, например, Михаил Васильевич выпустил по изучению науки логики. Это просто с разных сторон попытки какие-то упростить авторский текст. Но тем не менее, понимать-то нужно авторский текст, не верить кому-то на слово. При всем авторитете Ленина и Попова мы должны сами анализировать информацию, которую мы видим на бумаге. И действительно убедиться, что в изменении есть два момента. Равенство и неравенство с тобой. Попытаемся к этому вернуться. Итак, мы увидели, что иное равно самому себе, то есть это момент его в себе бытия, в противоположность своему неравенству с тобой. Это касается иного, это касается и нечто, и мы только что увидели, что и нечто всегда иное, что они действительно дождественны. Разницу мы, конечно, видим. Их разность мы видим. Понимаем, что они разны, что все-таки есть этот момент отрицания, но тем не менее мы увидели, что нечто оказывается равно самому себе, в противоположность своему неравенству. Есть момент в себе бытия, этого равенства с собой, но если мы обратим внимание на это слово, то нечто имеет некоторое обстоятельство в себе. То есть имеет его в себе внешним образом. Мы вроде как абстрагировались от другого, запретили нечто вроде как соотноситься с иным, со своим бытием для другого. Но мы понимаем, что нечто вернулось в себя из другого. То есть для того, чтобы вернуться в себя, нужно выйти из себя. И когда мы видим вот эту внешность, которая есть во себе в бытии, мы уже говорим о в нём бытии. Да. А если нечто вышло из себя, мы можем вот это его поведение рассматривать как то, что сидит внутри нём, внутри нечто. Так и есть, да. Это очень правильное и хорошее замечание. Я придумала такой пример, когда готовилась к этому занятию. Ну вот у нас есть мышь. Она в себе мышь, она равна самой себе. Мы рассмотрим живую мышь. Ну это просто лежит и там, что с ней сделают, то она и, собственно, так она и будет функционировать. Рассмотрим что-нибудь поинтереснее. Живая мышь. Но она есть не только в себе, она есть и для иного. Ну, например, для кота. Кот – это же не мышь, это отрицание мыши. Причём существенное отрицание мыши. Коты постоянно хотят отрицать мышей. Вовят их там что-то. И можно, например, отмести иное и рассматривать только мышь саму по себе. Она тоже для иного. Она постоянно на грани, ну не то чтобы на грани гибели, она, ну, постоянно приходит. Как будто все с вами. Как будто и я, да? Да, да. Она тоже всегда переходит в своё иное. Она тоже отрицает себя, изменяется. То есть она может стать иной, она может быть съеденной мышью. Это, по сути, одно и то же. Вот есть мышь, и мышь не только есть в себе, но она есть и для другого. И рассмотрим, например, для кота. Кот хочет их поймать. Для него это не просто мышь, а вкусная мышь. Это вот такая определённость. Это тоже отрицание мыши. Если она вкусная, значит, с ней что-то нужно сделать такое, чтобы она перестала быть мышью, а стала жизненными силами, энергией кота. Да. Но то, что кот отрицает мышь, это ведь накладывает на мышь определённый отпечаток. Она же ведь должна быть юркой, ловкой. Она должна постоянно быть на стороже, должна быть смышлённой, чтобы знать, куда убежать, чтобы знать, как ей быстренько достать еду и не рисковать при этом перестать быть мышью. И вот это воздействие внешнего становится тем, что есть мышь внутри. Она такая, она сама по себе. Если мы думаем о мыше, то, скорее всего, мы думаем о чём-то быстром, юрком. А если мы, например, подумаем о вялой мыши, сонной мыши, то мы подумаем, что она не в себе. Она не в себе, и она скоро перестанет быть мышью, потому что она дозевается. И таким образом у нас появляется в себе бытие, в котором мы рассмотрели, что оно связано с бытием для иного, что оно зависит от бытия для иного, что это на самом деле одно и то же определение. Мы читаем в единстве нечто с собой, а бытие в себе дождественно со своим бытием для иного. И бытие для иного есть в нём, в самом нечто. В нём. В нём. То, что мы рассмотрели про мышь, и то, что мы рассмотрели о нечто, вообще любом нечто, не только о мыше, то, что мы рассмотрели, что она есть и для иного, и стремится к гибели, как-то прийти, как-то измениться. И в то же время оно противоборствует этому, сохраняется вот эту борьбу. Мы называем моментом в нём бытие. Это новая определённость. И если мы вспомним о том, как мы рассматривали качество, мы рассмотрели его как реальность и как отрицание. То есть рефлектированное, отражённое. Что у нас есть два момента. Отрицание и реальность. Они дождественны, их разница исчезает, но тем не менее они разные, мы это фиксируем. И рассматриваем уже дальше нечто с этим внутри себя бытием, с вот этой разностью, с вот этим разностью. Точно так же и здесь. Мы рассмотрели бытие для иного, мы рассмотрели в себе бытие. Да, ещё стоит сказать, что в себе бытие, это же не только равенство, это же ещё и небытие и небытие. Это же не только бытие, это ещё и небытие. Это ещё и своя противоположность. И мы видим, что оно содержит этот момент в себе. Что оно не раздельно с бытием для иного. Это и бытие, и небытие. Что такое было бытие для иного? Это момент небытия, неравенства с собой в нечто. Но оказывается, что в себе бытие тоже небытие. В каком-то смысле это так, и никто не подходит. Но и бытие для иного, оно же бытие. Мы сказали только что, только что я говорила, что это момент небытия, изменяющегося в нечто. То есть в себе бытие находится единство с бытием для иного. Да, всё верно. Материя нам диктует эти границы. Но природа-то живая. Природа постоянно движется. И то, что вчера было одним, сегодня уже совсем другое. И даже не вчера и сегодня, даже сейчас и секунду назад. И даже меньше. Постоянно всё меняется, но остаётся. Но по поводу превалирования какого-то одного момента к другим. В том примере, который я провела, у нас есть кот, у нас есть мышь. И между ними идёт борьба. Исход этой борьбы ещё не предрешён, потому что мы всё ещё говорим об этой борьбе. Если победит в себе бытие, то мышь останется мышей, там распаковство и как-то потом опять-таки сойдёт на нет. Но тем не менее, продолжит себя. Она продолжит себя. Несмотря на то, что она погибла, несмотря на то, что она, например, подохла просто от старости, она тем не менее стала бесконечной, утвердила себя. Если мышь спрятался, значит она победит. Если кот с ней, значит он победит. Ну вот, и получается, смотрите, если мышь победила, победила её в себе бытие. И это в этом случае мы не можем говорить о том, что её бытие для иного превалирует. Не так ли? Но все равно должно быть так, мне кажется, начнём. А если победит кот, то, опять-таки, он для мыши, как её другое, он возьмёт вверх. Но, опять-таки, он восстановит самого себя. И что бы мы ни рассматривали, нельзя говорить о том, что какой-то из этих моментов, главные они просто есть. Зачем рассматривать их превалирование? Мы пришли к единству в том, что все эти моменты всегда присутствуют, и о них нужно знать, их нужно понимать. И не обрубать себе мышление только на том, что у нас есть лишь пути еды и новые, что у нас есть только изменения, и ничего не сохраняется. Но, на самом деле, помнишь, что так сохраняется. И мыслить о том, что одно может переходить в другое, что это всегда результат борьбы, что в нём бытие – это результат борьбы. Бытие для иного и бытие в себе. И другого хоть не может, и обойтись без какого-то из этих моментов нельзя. Они оба есть. И мы сейчас говорим не о людях. Мы, может, сейчас говорим не о людях, которые побеждают друг друга, как-то подавляют для каких-то целей. Мы сейчас говорим о моментах, которые тождественны. В себе бытие оказывается тождественным своему бытию для иного. То, что мышь есть для кота, в итоге и для самой себя оказывается. Ничто в том смысле, что полностью… Зряшнее отрицание, полное отрицание такого нету в диалепсике. В принципе, и Гегель это раскрывает на самых первых страницах. Он говорит, что нету чистого ничто, что это всегда что-то другое. А вот в том смысле, что снятие, если встречаются два нечто, то каждый из них отрицает другое. И тут по первой нему разница. Да, мы встретились, и я же не вы, вы не я. У нас разные степени знакомства с материалом, скажем. И так мы увидели, что у нечто есть определенность, и его единстве с собой, бытие в себе, дождественно, его бытию для иного. И такое в себе бытие, которое дождественно своему бытию для иного, в своем отрицании его, в противоположности его, мы называем его бытием. И это новая рефлектированная определенность. Рефлектированная. Мы это слово разобрали и понимали. Что значит рефлектированная? Определенность. Это отраженная? Да, рефлектированная и отраженная. То есть мы рассмотрели, например, качество как реальность и как отрицание, как отраженное, как бытие и ничто. Мы рассмотрели моменты изменяющегося нечто, как в себе бытие, в бытие для иного, и увидели, что их разность исчезает, но, тем не менее, она есть. И это снова рефлектированная определенность, определенность. Определенность мы снова можем рассмотреть как качество. Помним, что определенность? Что такое качество? Михаил, например. Что такое качество? Определенность. Все верно. Все-таки эти моменты различны. Бытие в себе и бытие для иного. Они различны. Но то, что есть в себе, есть в нем внешним образом. В своей переплетенности с другим. И то, что есть в нечто, разделяется на то, что есть в себе и то, что есть для иного. Мы поняли, что в нем есть оба момента. И бытие в себе и бытие для иного. У нас появляется рефлектированная в себя определенность, а определенность мы можем рассмотреть как качество. И мы можем рассмотреть качество, мы можем рассмотреть эту определенность с двух сторон. Какие у нас есть стороны? Начинаем с хорошего всегда. Начинаем с бытия. У нас же есть момент бытия. Ну, на самом деле, сейчас будет подсказка, которая сделает все неинтересно. Вы всем прекрасно это определение помните. Определение, определение. Иван, помощь, Иван? Определение, определение? Да. Это качество. Которое есть в себе, в основном, нечто. И исключительно находится в единстве, в другом моменте этого нечто. Сыном, подсказком, бытие. Да. Это называет определение. Бытие, то, что есть в нем, разделяется. Есть то, что соответствует его в себе, бытию, его равенству с тобой. А есть то, что не соответствует. Это то, что становится в нечто каким-то другим. Но нечто от этого собой быть не перестает. Бытие в себе и в единстве. Это определенное? В нем бытие – это качество, определение. Определение. То, что равно самому себе. И бытие для иного – это характер. Ну, тот пример, который я придумала, связан не совсем с определением, но, тем не менее, взаимоотношения, бытие в себе и бытие для иного, на нем просветить можно. Мы можем определить человека, скажем, как партийца. И у нас никаких проблем с этим нет. Мы берем в партию всех, кто захочет, и называем его партийцем. Через месяц выдаем ему партийцем, начинаем снимать членские взносы, собирать с него. Но это еще вопрос борьбы, его внутренней борьбы, его борьбы с капитализмом. Он вообще соответствует этому определению или нет? Соответствует, то есть, по Ленинскому, например, определению, кто такой член партии. Это человек, который состоит в одной из партийных организаций и помогает партии материально. То есть, платит членские взносы и совершает какую-то работу. А все остальные – это могут быть какие-то другие люди. И мы можем определить человека, как партийца. Человек и партийца – это же разные вещи. Человек не полностью дождественно понятие партии. Хоть мы и можем так кого-то определить. И человек получается отрицание партийца, а партийца – отрицание человека. Много есть, например, хороших людей, которые не состоят в партии, которые, например, еще не созрели до того, чтобы как-то осознать свою необходимость для этого мира. Ну, наверное, наоборот. Они еще недостаточно сознательны для того, чтобы понять, что они должны отдавать свои силы на установление диктатуры пролетариата. Но они, тем не менее, хорошие люди, они просто не сознательные. Они, возможно, обучаются, ну, соответствуют понятию человека. Они трудящиеся, общественные, трудящиеся, говорящие и мыслящие существа. Но пока что еще в своем развитии не дошли до того, что они должны как делать. А на характер, что это делать? Ну, я сейчас говорю. Мы можем определить человека как партийца, и если он действительно будет соответствовать определению партийца, то это станет дождественность в его в себе бытие. То есть это еще нужно посмотреть, но человек должен в себе стать равным определению партийцы для того, чтобы им остаться. А как это сделать? Ну, все остальные должны увидеть, что человек действительно работает, что платит членские взносы. Не, я имею в виду именно партия, как характер, да? То есть через характер можно повлиять на человека или как? По поводу характера. Да, и при этом, если мы определили человека как партийца, то какие-то его дела, скажем, не особо связанные с партийной деятельностью, это не влияет на его определение. Например, я знаю, что Сергей играет на гитаре. Как-нибудь это влияет на то, что он выполняет свои партийные обязанности? Это никак не влияет на то, что он… Нет, ну, возможно, это дает ему сил. То есть он занимается творчеством, и это дает ему больше сил для того, чтобы заниматься партийной работой. Он как-то развивает себя, отдыхает, потому что отдыхать тоже нужно для того, чтобы оставаться равным самому себе. Но он может играть на гитаре, он может не играть на гитаре, но на это его определение как партийца это не влияет в себе. То есть это никаким образом не связано с определением. Однако мы понимаем, что если, например, злобный начальник запретит Сергею играть на гитаре или что-нибудь в этом роде, то это может, например, Сергея злобить и, например, улучшить его партийную работу или на работу. Или, может быть, про Сергея не буду говорить, а у нас были товарищи, у которых случались какие-то неприятности на работе, в личной жизни, и они не выдерживали. Да, они до этого были партийцами, а после этого переставали заниматься партийной деятельностью, переставали вести работу, переставали соответствовать определению партийцам. Несмотря на то, что вроде как эти посторонние дела, это то, что для партийца составляет его бытие для иного, проникло в их в себе бытие и разрушило их как партийцев. Вот такой вот пример, как характер может переходить в определение, но мы привели пример еще до того, как разобрались в том, что не только на примерах жизни, но и по своему понятию, по своему содержанию определение и характер переходят друг в друга. Определение, так и характер, и то, и другое, это определенности. То, что одна и та же, ну, это еще нужно посмотреть, а вот их тождество в этом налицо, да, это правильно. Да, переход определений и характеров друг в друга. Мы знаем, что определение – это качество, которое есть в себе. Но мы же помним, что в себе бытие неразрывно связано с бытием для иного. И что в соединении с в себе бытием, бытие для иного вводится в определение. И мы же только что с вами говорили, что человек и партиец – это не одно и то же. И что это все-таки внешне. Это то, что человек делает для другого. Это не равно ему самому. То есть не равно определению человека, например, то, что он встает в 5 утра и едет на проходной завод. Но, тем не менее, если мы определяем этого человека как партиец, это становится его в себе бытием. Но это, опять-таки, Гегель тоже забегает вперед. Ну, в смысле, Гегель забегает вперед, я вслед за ним. Это дано как форме долженствования. То есть это должно быть, чтобы соответствовать определению. А, ну да, еще хотела сделать упор при рассмотрении определения, что нечто исполняет свое определение. Гегель тоже на этом делает упор, хотя он не выделяет это курсиво. Просто это достаточно интересно. И в нашем языке есть такая связь. И в немецком языке есть такая связь. Не буду смущать Антона Шульца, чтобы мы с ним опять не разбили дискуссию. Нечто исполняет свое определение, потому что его в своем отношении к иному, его определенность, которая вырастает на почве его отношения к иному, становится его полнотой. И, кстати, в отношении исполняет полнота. То есть он вполне начинает соответствовать определению. Вот эту связь можно уловить для того, чтобы почувствовать, что определение, вот несмотря на то, что вроде как тождественное, всегда равное, и Попов постоянно приводит, что определение фашизма до нового правильного. Ну, скажем, вот это определение, что это открытая туристическая диктатура, это да, это всегда правильно. Когда бы мы не взяли это определение, это всегда правильно. Но, несмотря на это тождество, на это равенство, все же нечто, все же определение нечто. Не определение конкретно фашизма, а, например, определение данного конкретного государственного устройства, оно может и меняться. Оно может соответствовать этому определению, не соответствовать этому определению. Оно может принимать временный характер, например. И если человек выполняет, исполняет партийные обязанности, это становится его собственной полнотурой. А по поводу перехода определения характера друг к другу, определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечем, но в себе неразрывно связано с путием приемного. И таким образом иное вводится в определение. Мы только что об этом говорили, что определение есть в самом нечем. Хотя в определенном смысле. А по определению характер – это то, что есть в нечто, но принадлежит бытию для иного лишь. Не является его в себе бытием. Если что-то в нечто поменяется, но оно от этого не перестанет быть тем самым нечто, то это характер. В нечто моменты – это, во-первых, пара – нечто иное, но они рассмотрены еще без связи друг с другом, так что вне своей истины. Ну, в смысле, еще до того, как мы поняли их истину. А их истиной является соотношение моментов бытия в себе и бытие в иное. Вот это момент и нечто. А есть еще момент в нем, когда мы видим вот эту внешность в себе бытия в себе из другого. Вот. Пять моментов в целом. Не нужно в нечто складывать еще дополнительные моменты – определение и характер. Определение и характер – это все моменты определенности, которые есть в нечто. Технически, да, нечто действительно содержит в себе и определение, и характер. И мы увидим, насколько они сильно взаимосвязаны. Но говорить так, что определение характера этого момента – нечто, немного некорректно. Мы уже ушли дальше – нечто. Мы рассматриваем определенность его нечто. Ну, мы можем рассмотреть в себе бытие, мы можем рассмотреть то, что остается в нечто неизменном, равном самому себе. И это определение. И мы можем рассмотреть то, что есть лишь бытие для иного, то, что становится иным, не затрагивая в себе бытие. Вот. Это характер. Но дальше будет развитие. Мы пока что остановимся на том, что это бытие пока что не затрагивает существование, хотя это слово еще рано употреблять – бытие. Еще не затрагивает бытие. Это если мы будем рассматривать определение и характер, то мы сначала можем по форме увидеть, что определение характера – это же разное. Ну, то есть, одно дело, что Сергей выполняет партийные обязанности, а другое дело, что он играет на гитаре – да, это же разное. Да, конечно. Да, это разное. Вроде как они друг к другу не относятся. Но, тем не менее, и мы сейчас должны это увидеть, они связаны. И они связаны гораздо крепче, чем мы пока видели. Итак, если суммировать кратко, то переход – определение характера. Как можно сформулировать? Определение – это качество, которое есть в себе, но в себе неразрывно связано с бытием для иного. И таким образом иное вводится в определение, которое тем самым понижается до характера. Характер со своей стороны – это не просто бытие для иного, а это иное в ином же самом. Иное в ином же самом, то есть иное самого себя. Стало быть, новое определение. Мы можем определить, например, Сергея как гитариста. И если он действительно будет уделять больше внимания гитаре, то его характер перейдет в определение. И, по сути, бытие для иного, изолированное и положенное в форме характера, есть то, во что нечто меняется. И то, чему оно становится таким образом равным, оно меняется и становится равным. То есть характер и определение переходят друг в друга, они могут меняться. Это не та граница, которую мы положили навечно, а она исчезает. И, тем не менее, характер и определение, характер и определение зависят друг от друга. Если мы… Да, характер и определение зависят друг от друга. Что… Кем Сергей является? Гитаристом или партиистом? Зависит от того, от соотношения этих двух его определенностей. Но на самом деле определенности не две, а одна. То есть выполняет он партийную работу или не выполняет он партийную работу. Одна. Будет он партийцем или он будет чем-то иным. Есть и есть одно определение партийцем, например. Это человек, который помогает партиям материально и состоит в организации. Есть определение гитариста – это человек, который играет на гитаре. Вот. Определение… Ну, вообще, определение стола – это стол. Ну, это качество стола. Он всегда стол. Вот. Но мы можем назвать, например, пенек столом, если мы ставим на него что-нибудь. Мы поняли, что есть в нечто что-то не нечто, что-то иное. И оно может быть определением и может быть характером со стороны. Равенство – это определение. Со стороны неравенства – это характер. Мы тут не говорим о движущей силе. Есть просто движение нечто, есть его изменение. И в своем изменении он может становиться равным тому или иному определению. Все остальное будет его характером. Определение вроде как безразличное к своему характеру. Что изменение, которое происходит в нечто, которое мы рассматриваем, оно происходит только в характере, только по его бытию для иного. И не затрагивает его в себе бытия. Но, но, тем не менее, вместе со своим характером меняется и само нечто. Оно же меняется, оно же становится другим. Даже если… Ну, собственно, пример я уже привозила. Если, например, запретят Сергею играть в милитарии. Мало ли как это на нем скажется. Мало ли как это скажется на его определении. Вот. Определение зависит от характера. И со своим характером меняется и само нечто. Нечто… Мы увидели нечто как изменяющееся. И мы и раньше видели его как изменяющееся. Но теперь увидели не только характер как изменение его поверхности, не относящийся к тому, что оно есть на самом деле. А мы увидели, что через характер нечто может меняться само. Когда мы рассматриваем что-то, какое-то единство, то материалистичнее начинать с бытия. Мы… Ну, мы помним, что бытие в нечто – это бытие в себе. А ты начал с характера. А это бытие для иного, то есть вне бытия. Момент не бытия. Даже как мы. Которое есть в нем, но для иного есть характер. Еще раз повторяю. Мы это уже прошли, мы уже рассмотрели, мы уже назвали. Мы поняли, что такое определение характера. Определение со стороны в себе бытия, а характер со стороны вле иного. А теперь нам нужно проследить переход. А переход заключается в том, что определение как в себе бытие неразрывно связано с бытием вле иного. И бытие для иного таким образом вводится в определение, которое понижается до характера. Определение партиицы для какого-нибудь может носить временный характер. Он ступил сегодня, завтра вышел. Вот. Подпонизилось. Все. Ну, одно может переходить в другое. Но самое главное – то, что остается неизменным и то, чему влияет на определение. Помимо того, что есть люди, которые могут то соответствовать определению, то не соответствовать определению. Есть определение, которое сохраняется для партиицы, для понятия партиицы всегда. Ну, по крайней мере, это уничтожение капитализма. Мы сейчас рассматривали определение. Ну да, моя просьба должна была звучать так. Рассмотрите, пожалуйста, определение. Ну, ошиблась, но с кем не бывает. Просьба рассмотреть определение. Что значит? Что такое рассмотреть? Рассмотреть – это значит увидеть противоположное. И это такая подсказка, эта шпаргалка – рассмотреть. То есть рассмотреть – это же приставка, которая отрицает. Ну, не знаю, строить и расстроить. В русском языке такое и есть. Рассмотреть – это отказаться от того, что увидел в самом начале, отказаться непосредственно и уйти глубже. Рассмотреть – увидеть другое, увидеть противоположное. Рассмотреть – значит увидеть противоположное. Поэтому, если я прошу рассмотреть определение, то это уже подсказка на самом деле, что в определении нужно увидеть его противоположное, что такое противоположность определения. Это характер. Как его увидеть? Его можно увидеть вот так. увидеть, что в себе бытие неразрывно связано с бытием для иного, и что бытие для иного вводится таким образом в характере, есть в характере. Какое бы ни было строгое определение на все времена, всё равно его можно в конкретном приложении понизить до характера. Это конкретное применение. Когда мы увидели, что мы в себя вернулись из другого, в противоположность, в отталкивании другого, мы вернулись в себя, то есть внешний образ. То, что нечто содержит в себе, оно же вроде как равно себе, но мы увидели, что есть некая неразрыв. И технически, да, можно сказать, что это в себе бытие смотрит на бытие для иного. И на самом деле в себе бытие и бытие для иного переходят друг к другу. Мы это видели, но мы уже это прошли. А на просьбу рассмотреть определение, собственно, сначала поняли, что оно есть, оно есть в себе, и увидели, что в себе на самом-то деле содержит себе противоположный момент. А характер, в характере же мы тоже можем посмотреть и характер. Характер – это иное. Это ведь то, что становится в нечто иным. Это опять-таки тот же момент отрицания, то есть бытие для иного. Но бытие для иного, оно же бытие, оно же есть, оно же тоже имеет в себе этот момент равенства с тобой, момент в себе и в себе. Характер – это бытие для иного, изолированное и положенное в нечто. И это иное в ином самом. И таким образом в себе бытие и таким образом определение. Иное в ином самом. Но бытие для иного же, которое есть характер, да? Это же все-таки бытие. Это же… Изолированное, да? Да можно, как-то не бери. Мы сначала брали изолированное, мы сначала изолировали бытие для иного, положили его в нечто формы характера, но оказывается, что это же то, что есть. Это… Ну и здесь довольно внедрено написано, иное положенное само в себе есть иное самого себя. То есть оказывается, что изменение положено в нечто. И то, что… Ну, сначала мы говорили, что это нечто, нет, оно остается равно самого себе, а вот то, что меняется в нем, не принадлежит его определению, само нечто сохраняет в себе. Но… Мы видим, мы видим, что… Когда меняется характер, это же ведь меняется само нечто. Он может постоянно быть. Он нечто всегда меняется. Все всегда меняются. Все всегда меняется. Все всегда меняется. Все всегда не равно самому себе, все всегда остается тем же самым. Характер — то, что есть в нечто, это определенность, которая есть в нечто. И определение — это определенность, на самом деле. Но взять такой утвердительный характер, и характер — это определенность. И то, и другое есть в нечто. Опять-таки тот же пример с партийцем. Если он выполняет партийные обязанности, он партийц. Это его определение, он соответствует определению. Если он, помимо этого, хороший семьянин, играет на гитаре, добрый человек помогает бабушкам через дорогу переходить. Это все может быть, может не быть. Это может быть и не быть, это может меняться как угодно. Но это не принадлежит его бытию как партийцу. Это не затрагивает его определение как партийца, это что-то другое. Это, ну, пусть меняется само себе. Если человек равен, если человек в себе партийц, если он соответствует определению партийца, то неважно, какие у него есть другие определенности. Однако, мы к этому сейчас придем, есть граница. Нечто меняется, и мы только что увидели, что вместе со своим характером меняется и саму нечто. Это снова определение. Мы сейчас рассуждали не в том смысле, что определение характера – это одно и то же. Мы сейчас просто увидели, что одно переходит в другое, и одно зависит от другого. Они противоположны, да? И они противоположны. И они противоположны. Нет, ну, нет, не только идеалисты могут влиять на людей. И материалисты могут влиять на людей. Мы приходим к людям с мелко ужасным сознанием, и мы хотим, чтобы у них сознание стало пролетарским. И мы просто начинаем им рассказывать. Они же, в них есть какие-то моменты, в которых они с нами согласны. И можно вывести их на то, чтобы они определили себя как пролетариев. Ну, чтобы они, чтобы их сознание стало равным их бытиям. Для того, чтобы они осознали свои истинные интересы. Их сознание было мелкогуржуазным, мы его делаем пролетарским. Оно соответствовало одному определению, но было что-то помимо этого, помимо их мелкогуржуазности, что-то другое. Можно хватать, что-то... И за это нужно хвататься. Нет. Идеалисты... Не ввести их действительность. Идеалисты отражают действительность. Более или менее правильно. Геггер же тоже зачем-то впереди всего поставил на день. И хотя я им говорила, что... Ну, в смысле, Геггер же после этого уже анализировал то, что он создал Геггер. Но есть мелкогуржуазное сознание, которое тоже ведь отражает действительность. Но отражает ее с точки зрения... Идея преобразования мира неправильна. С точки зрения... Ну, в каком-то смысле. Правильно отражает. Ну, действительно, заработаешь больше денег, купишься больше прохлад. С какой-то точки зрения правильно отражает. Но с определенной точки зрения, с точки зрения общественного развития, с точки зрения развития производительных сил, с точки зрения соблюдения коренных интересов к кролитариатам, мелкогуржуазное сознание не истинно и неправильно отражает действительность. Объективные идеалисты... Ну, вот Геггер дошел до идеи истины, до идеи добра. Это же... Ну, это общечеловеческие, это не сиюминутные. Это же на самом деле тоже полезные материалисты. Не забывать, что идеальная основа, но есть материальная основа и есть человеческое сознание, которое более или менее правильное отражает. Нет, ну просто... Ленин говорил о тех же идеалах, что, значит, нужно стремиться к какому-то идеалу, к какому-то партии или к какому-то образу, стремиться, ну вот, в своей практической деятельности к чему-то. И постоянно... Да, это про мечтания, про мечтателей, про то, можно ли, в принципе, мечтать. Ленин предлагал определенное устройство, парчи, и говорит, вот о чем нужно мечтать. И говорит, меня, наверное, поправят. А может ли коммунист вообще мечтать? Ну, конечно, может. Если он представляет себе идеал не просто как что-то недостижимое, а как то, для чего нужно подбирать средства, для чего нужно изучать действительность, для чего нужно сообразовывать свои действия. То есть изменять. Для изменения, для преобразования. Да, есть идеал, есть как то, для чего мы это делаем. Не кто же не запрещает коммунистам мечтать, но говорить, ну, там... Но практическая деятельность не должна сводиться к мечтаниям. Вместе со своим характером меняется и нечто, но мы же можем зафиксировать какое-то определение нечто, какое-то его равенство с собой. И в зависимости от того, как мы зафиксируем это в себе бытие, все остальное будет характером. И на самом деле оказывается, что определенность у определения и характера одна и та же. То, что соответствует определению, то, что не соответствует определению, определенность-то одна. Вот. И определенность. Одна и та же определенность двух нечто, которые смыкают и разъединяют их, есть граница. Называется границей. Опять-таки, не упускаем из вида нечто, не упускаем из вида его в себе бытие. То, в чем нечто, равносовому себе. Вот это есть определение. Вот это есть определение одного нечика. И определенность, которая отделяет его от всякого иного, эта определенность принадлежит как определению, так и характеру. То, что характер, то и не соответствует, не принадлежит определению. То, что определение безразлично к своему характеру, но тем не менее они взаимно влияют друг к другу, характер зависит от определения. И оказывается, что у нечто, не просто у нечто абстрактного, а как у определенного нечто, у нечто, которое вы определили, которому вы дали определение, оказывается собственная граница. А поскольку нечто меняющееся, то с этой границей указывает на свое прихождение. То есть оно сегодня соответствует определению, завтра не соответствует определению. И таким образом оно приходит, как такое определенное нечто. И нечто, взятое со своей монетной границей, называется конечное. То есть конечное – это предвоположность границы? Нет, почему? Мы рассмотрели, важно увидеть, что в определенном нечто, если мы определили нечто, если в нечто есть определение, то у него есть и граница. А нечто же всегда и меняется. Нечто всегда меняется, и если оно меняется, то оно и перейдет за свою границу потом. А куда идёт за свою границу? Он выйдет за свою границу, но мы это обсудим потом. Но да. То есть определение и характер, они дают, в конце концов, что они дают? Определение. Определение. Ну да, мы теперь видим, что определение и характер не безразличны друг другу, а они напрямую связаны. Да. И это их связь, это есть единая их определенность. Граница. Это и есть граница. Определение не меняется, а нечто перестаёт существовать, перестаёт быть как соответствующее этому определению и как оно само. Настолько нечто связано со своим определением, как только перестаёт соответствовать себе определение исчезает. Да, да. Оно же меняется. Это только не над ними, а оно в нижнем движении. Да, это то, что сохраняется воспринение. А то, что становится... А то, что не принадлежит себе быть именем, это характер. Это граница с этим. Определение и характер. Я привела пример определения фашизма. И государство на определенной ступени может соответствовать этому определению, а может не соответствовать. Но оно стало всё равно. Государство осталось. Ну, уже не как фашизм. Уже другое. Определение осталось на все времена. Определение не меняется. А вот на первых... А нечто перешло в своё дное, нечто большее. Ну, фашизм конечно получился. Ну, то, что НДС-Романдеец, оно все равно проявляет. Конечно. Конечно. Эта борьба всегда идёт. И определение никуда не делается. И определение никуда не делается. И общественные силы, которые прождают это определение. То, что можно так определить. Мы можем порассуждать вот таким образом. Что такое фашизм? Это открытая террористическая диктатура наиболее революционно-шевинистических финансового капитала. А фашист – это тот, кто, соответственно, проводит интересы. Ну, соответственно, если проводить насилие финансового капитала агентом, проводник интересов, тот, кто отстаивал, то, да, в этом смысле, конечно, есть фашист. Если определять фашиста как человека, который проводит интересы финансового капитала. А ведь, ну, фашисты, которые, например, в нашу страну пришли, они же отнюдь не все были, там, владельцами финансовых капиталов. Нет, это были проводники интересов финансового капитала. Фашисты, как ни крути. Действительно, может такое быть, что капитал может взращивать какую-то зоологическую ненависть в людях и, там, пропагандировать фильмы, допустим. Но, если, например, коммунист посмотрит фильм, в котором, там, кто-то кого-то избивает жестко, то это не повлияет на его понимание, как нужно действовать, кем нужно быть. Если какой-то несознательный человек посмотрит, возможно, да, на него это воздействует, он, например, привыкнет к виду крови, там, будет готов сам кого-то убить, ну, что-нибудь в этом роде. И в буржуазии это используют в своих интересах. Но нельзя сказать, что вот начало одно. Ну, в смысле, что вот именно это является началом фашизма. На самом деле, началом фашизма является буржуазная демократия, можно так сказать. Потому что именно в ней зреют вот эти силы и интересы, которые заставляют людей использовать, культивировать в народах зоологическую нервность подложения. Определение характера мы рассмотрели, но, я думаю, придется остановиться на этом еще раз. Я спрошу Александра Сергеевича, что я, возможно, опустила. Но нам, тем не менее, нужно будет законспектировать, опять-таки, повторяю еще раз, не просто конспекты, а выписать курсив из оригинального текста и канализировать его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА